Челы, заходите на стримы. Нифига себе, тут смотрите, дух какой-то, который, видимо, является представителем этого дуба. Человек в древе. Я ходил долиною смертной тени. Теперь я смотрю на это болото и вижу, что в нем ничего не осталось. Эй! Ибо наша битва не против крови и плоти, но против начальства и власти, против духов злобы поднебесных. Есть кто-нибудь? Широко течет река душ, крики исчезают в ее волнах, остаются лишь покои и безмолвия. Ты знаешь, что за зло терзает эту землю? Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир лежит во власти лукавого. Пожалуйста, говори простым языком, это очень важно. Ищи того, кто не живет, но продолжает быть. Он был подобен тебе, но был уничтожен. Части его разбросаны в землях этих. Он... Нет, мы пытались бороться со здешним злом. Окей, он нас навел на путь искать какого-то тоже андеда, судя по всему, да? Ты помнил какого-то восставшего, кто он? Как низко пали сильные, он был бранным орудием моего крестового похода. Нечистый, гнилой до основания. Но его ремеслом мы способны были творить добро, до тех пор, пока воля моя не была сломлена, а с ней и мое оружие. Кто на самом деле ты такой? Так говорит Господь, если упал человек, разве не пытается он подняться? Но я упал гораздо хуже. Когда-то у меня было предназначение. Я боролся со злом по всей стране и приехал сюда, чтобы продолжить свой крестовый поход. У меня был помощник. Вместе мы выполняли задачу по очищению этой земли, но моя вера была сокрушена. Понятно, и он врос просто в дерево теперь. Не повезло мужику. Так, мне сказали, что в этой области есть еще один восставший. Нужно поговорить с тотемом душ. Пойдем с тотемом душ тогда, покумекаем. Я слышал о другом восставшем вроде меня. Он сражался со злом в этих землях, но впоследствии исчез. Ммм, интересно. Здесь есть следы такой сущности, но мы не знаем точно, где она находится. Такое впечатление, что она повсюду. Подожди, что если этот неживой был порублен на куски? Это бы объяснило, почему его присутствие ощущается как повсеместно. Почему он все время ускользает от нас? Но теперь, когда мы знаем, что искать... И где мне его искать и зачем? Да, мы что-то чувствуем. Незначительные следы, но это лучше, чем ничего. Внутри фермы, произведению аллигаторов, разоренному кладбищу возле города и пещер, которые неизвестное племя использовало для проведения ритуалов. Найди там что-нибудь, что может быть связано с этим стрелком и принеси нам. Ничего себе он нам дал, так сказать, простор для исследования. Ферма аллигаторов, блин, это, конечно... То есть, тут его части тела, я так понимаю, разбросаны, да? Голова, руки, ноги. Возможно. Опа, ни хера себе. Это что за... Это культист? Это культист. Это культист, чуваки, смотрите, мы про них читали. Два культиста таких гигантских толстых ходят. Интересно, ваншот... Опа, они очень сильно палят. Интересно, ваншотнули я такого со спины. Давайте проверим. Они, кстати, довольно... Ну, стреляют они неплохо. Ебать они стреляют, как хорошо и метко. Пиявками своими гнусными. Такой лагерь культистов, да, здесь, походу. Пиявцы такие присасываются к земле. Гнусненькие. Ух, блядь, развороты мне дал. Он ждал этого момента. Опа, блядь, развороты мне... Ух, блядь! Опасно, конечно, на тоненького я играю. Давайте два бинта, наверное, завязаем. Бинтов все равно довольно много. Как эти твари выглядят. Ого. Как какие-то надзиратели. Рот как у орков каких-то отвратительных. Как у Миноги такой, да? Зубы культиста. Зубы, вырванные у культиста. Ты не уверен, был ли их владелец похож больше на человека или на пиявку? Их ношение продлевает эффект кровотечения. Где-то глубоко внутри ты чувствуешь, что это совершенно логично и имеет какой-то странный глубинный смысл. Кровотечение длится на 50% дольше. Ну это, видимо, для синергии с пиявкой, собственно. Семка такая, да? Ну не знаю, как бы... Не уверен, что это прям годнота. Это что такое у них тут? Сердце Вендиго. Петуч. Моя новая любимая вещь. Так, это мы уже около города, как раз-таки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Моя новая вещь. Это было очень близко. Как же лук? Лук прикольно, но не знаю. Насколько он плох. Тут у тебя пиявки живут, естественно, ничего нет. Не, ну как? Должно быть какое-то добро. Склад крови. Банк крови какой-нибудь. О, томогавка. Ну, томогавку можно взять на продажу. Вообще, томогавки, как я понял, такая прикольная тема. Ты их собираешь в количестве пяти штук. И можешь просто их поставить, видимо, в слот оружия и кидаться ими попеременно, да? А потом обратно возвращать. О, это смотрите. Какая-то тварь тут на озере. Жуткая. О, плывёт нахер. Давай, давай. Ещё одна. Откисайте, левиафана. На нахер. Ну да, томогавка это топ. Это прикол. И просто обратно подбираешь. Томогавка вообще прикольная тема, смотрите какая, да? Причём, 50 урона просто залетает с броска. А, целый. Опа. Вот оно. Череп оставшего. Блин, я не успел прочитать, что там было написано. Когда ты берёшь этот череп, то кажется, что он следит за каждым твоим движением, хотя глаз в нём нет. Вместо них внутри глазниц светится красный огонь. Плохой знак. Может пригодиться позже. Куда ты? Ай! Ебёт меня, ебёт! Просто сука, ебёт! Не, впиздуйте. Томогавки, ребята. Это, конечно, очень весело. Очень... Очень прикольно. Шалость удалась, все дела, но... Блядь. Не, пожалуй, перейдём обратно к нашему револьверу. Что это? Это, конечно, разочек попробовать очень интересно, но... Нет. Подземелье гробовщика. Опа, на. Ах, может быть полезно. Ожерелье из монет. Несколько золотых монет, нанизанных на нитку. Ожерелье на вид недорогое, но вызывает в тебе чувство алчности. Желание добавить ещё монетку становится второй натурой. Может, когда-нибудь пригодится. При использовании убирает из инвентаря одну золотую монету в обмен на 10 единиц здоровья. Эффект суммируется до 10 раз. Погоди. Это типа хилит или это навсегда добавляется? ХП. Ну, вряд ли это хилит, потому что в чём смысл? Пока носишь, думаете, да? То есть, пока носишь, эта штука может дать тебе, по сути, 100 ХП. При использовании. Ну, соточку ХП так-то неплохо было бы добавить. Какая-то записка. Записка могильщика. Я должен радоваться тому, что произошло вчера, но я не могу избавиться от этого ужасного чувства. Нельзя назвать произошедшее правосудием. То была казнь. Когда они привезли его из уродованного посреди ночи, это было похоже на сон. Кто-то или что-то переломало его и почти разорвало пополам. И всё же от него исходила та мерзкая аура убийцы, которого мы все так долго боялись. Страх и ненависть ослепили всех нас. Мы буквально разорвали его на части. Каждый забрал себе часть его тела. Его останки будут разбросаны повсюду, чтобы он никогда не смог воскреснуть. Я закрепил череп в гробу. Цепи, замки и всё такое. Лишь бы никто не смог до него добраться. Капитан Золотой Сельди покинет нас утром. У него есть ключ. Мы делали то, что считали правильным в то время. Да простит нас Господь. Капитан Золотой Сельди нахрен. Чё, тогда куда будем путь держать? Я бы, наверное, вот этот закуточек доисследовал посмотреть. Вдруг здесь что-нибудь в уголке запрятано прикольное. Так. Опа. Ещё одна сумочка. Сумочки мы любим. Сумочки это хорошо. Сумочки это надёжно. Блин, нифига тут, конечно, смотрите. Страшный такой пейзажик, да? Интересно, чё будет, если просто поплыть вот туда? Будет ли здесь какая-нибудь игровая граница в виде левиафана, который тебя сжирает просто? Страшно. Не хочу проверять. Что рычит там? Не по нему. Страшно. Страшно. Тут ещё сверху, да? Уникальная какая-то сабля. Это мы забираем. Так, ладно. Надо сейчас понять, как нам это всё разгрести. Кромка. Это старая сабля, судя по её состоянию, побывала во многих сражениях. Клинок неровный, за зубринами. Но всё равно опасный. Для всех, как для противника, так и для владельца. Наверное, предыдущий владелец был просто ленив, когда дело касалось обслуживания оружия. А может быть, он встретил свою смерть после продолжительной схватки. В любом случае, этот клинок может быть полезен в умелых руках. Каждый промах вызывает кровотечение. Как же эта игра форсит нас на билд с кровотечением, черт бери. Как же она хочет, чтобы мы взяли, всосали в себя эту печень гнусную с глистами. Этих пиявок, вот этих понюченьких. И просто бегали с этой саблей. Не забывая, что нужно быть ещё и пьяным. Ну да, это... Это вот если вкачать, наверное, вот этот перк, антипохмелин. Тогда, наверное, норм будет. Так, давайте подумаем, что будем мы прокачивать. Тут есть такая тема, которая замедло даёт при прицеливании. Весьма неплохо вроде бы. Какая прям бухточка, да? Давайте, жду вас тут. Как же они беспощадно отстреливаются, бедолаги. Бедолаги, бедолаги. Ещё есть погреб какой-то. Записка. Записка про щелыга. Записку про щелыгу заберём? Да, заберём. Прочитаем. Подвергаясь насилию всю жизнь, некоторые люди рады переменам. Некоторые, которые влечут за собой проклятие. Извиняюсь. Ой. А некоторые даже не видят изменений, кроме того, что они могут теперь безнаказанно крутить грязные дела. Про щелыгами могли быть оба типа. Теперь уже не определишь. Однозначно одно. Они крепче, чем выглядят. Теория. Это особенно недалёкие люди, превращённые в бессмертных идиотов. По некой причине, недостаток веры, жизни вдали от болот, они не стали культистами или, может быть, их сочли недостойными для такого великолепия. Так или иначе, они бродят по земле с дурацкой улыбкой и пустым взглядом, однако некоторые навыки из прошлой жизни у них остались. Они умеют пользоваться обрезом и метают огненную смесь, которая взрывается при соприкосновении с чем-либо. Спасибо, ребят, спасибо. Такс, ну что ж. Хорошему сюда надо будет вернуться, потому что много всего осталось. Безумно. Безумно жаль этих педалов, которые пытаются меня сейчас как-то наказать. Какую игру тебе нравится перепроходить? Перепроходить? Нравится какую игру? Да не знаю. Раньше перепроходил вторую готику частенько. И по кайфу мне всегда было ее перепроходить. Как одну из игр детства. Но сейчас уже давненько не перепроходил. Не знаю. Дарк-соус, ну да. Дарк-соус тоже уже давненько не перепроходил. Фейбл, да, фейбл, да. Фейбл тоже одна из любимейших игр. В сумме тоже, наверное... Ну, не 15, конечно, раз. Ну, раз. Раз, наверное, 5-6 проходил. Так, тихо. Главное сейчас не почувствовать себя всемогучим и бессмертным. И не отъехать суперглупо. Ай, кислота-то бьется. Патриков что-то не так много. Патрики здесь, что ли, валяются? Ну, это патрики. Нужно их всех. Патрики и восстановлены. Как танкер с кучей сумок. Да, есть такое. Так, короче, давайте вернемся, наверное, в хаб. Сейчас все будем продавать. Пошел он камчик. Не знаю, золотое масло оставлять? Да не знаю даже, если честно. Продадим, наверное. Бухла слишком много и так. Так, это мне не надо. Эту чат тоже продадим. Так, это что, записка? Записка могильщика. Тут куча ключей. Брошка. Да, наверное, просто продадим эту брошку. Че, как бы ее хранить, да? Пускай даст нам денег и все. Винтовка с сабля. Уникальную саблю оставим. Сердце вендиго. Так, ну и теперь надо достать, наверное, вот этот хлам. Вот это мы сейчас в сундук положим. Тут еще какой-то кал. Скорость передвижения? Прикольная штука. Я так... Так, пиявосы у меня есть. Поэтому пиявосов можно продать. Тамагавки сюда. Эту штуку сюда. Супер. Патрики вот сюда. Так, ну и теперь давайте разберемся с этими монетками. Сколько у нас монеток? Четыре. Семь. Десять монеток. Закрафтим себе, наверное, тогда вот эту херню. Текущий бонус плюс 10 здоровья, да? Бам. 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 Поглощай все монетки. Все. Плюс 100 здоровья. Эта штука теперь дает. У меня 204 хп, смотрите. В принципе, можно вот так вот надеть. 215 хп. Нехилый такой баф. Как много всякого говна в сундук собирается. Ну, по сути, все это говно чисто ты коллекционируешь. Потому что все это говно, оно нафиг не нужно. Это просто моя любовь собирать всякий кал. Бесполезное добро, которое тебе никогда не пригодится, скорее всего. Обожаю заниматься этим в играх. Просто сгребать все в кучу и хранить это, как уникальный кал. Да, этому парню явно не повезло. Как и этим парням тоже. А вот их кожа, кстати. Мило. А это что такое? Кожа старательно бичующегося. Окровавленный кусок кожи с картинкой. Вроде человеческая, но это не точно. Ты можешь ошибаться, но кажется, картинка изображает, как с кого-то заживо зирают кожу. Когда носишь с собой кусочек, начинаешь смотреть на мир с другой стороны. Увеличивает прирост опыта на 20%. Цены в магазинах становятся больше на 10%. Выпей пурпурное воскрешение или умри, чтобы снять. Но я не думаю, что нам нужно это надевать. Не сказать, что нам нужен сейчас такой активный фарм. У нас и так хорошо все набирается в плане опыта. Такой кораблик, который охраняют духи. Я так и знал, что здесь будет что-то уникальное. Последний вздох. Красивое. Красиво изготовленное и украшенное ружье. Когда ты берешь его в руки, в памяти всплывают обрывки воспоминаний. Воспоминаниях того, кто ушел как воин. Не имело значения, сколько их там было на подходе. И что он был окружен со всех сторон. Главное, что его семья была в безопасности. И он был рад заплатить за это цену. За каждого врага в бою урон увеличивается на 25%. Перезарядка быстрее на 5%. Сколько урона? Дальность 11 метров. Погоди, это дробовик, да? Чисто. То есть это дробаш на толпу. Ты берешь, входишь с этим дробашом в гущу событий. У тебя миллиард урона. Ты просто ебешь. Ну-ка. Как выглядит? Хорошая такая двухстволочка. Бегит. О, записочка. Дневник фермера 4. День 11. Я сделал это. Убил их всех. Одного за другим. Своим топором. На этой ферме больше никогда не будет кур. Не после того, что я видел. День 12. Они живы? Я вижу их в окне. Ходят по двору без голов. Странные черные фигуры, похожие на сороконожек и смолы. Шевелятся у них в шеях. Я боюсь выходить на улицу. Я так боюсь. Батя, я надеюсь, что ты примешь меня там наверху. Я иду к тебе. Он застрелился в туалете. Дневник фермера 3. В обратном порядке будем считать. Ну ладно, сейчас найдем записочки, прочитаем. Первый дневник. Еще получается остается второй, да? Вечный голод. Этот черный кинжал был покрыт сильнодействующим ядом, который до сих пор сохраняет свои свойства. Временами яд сочится из лезвия, что делает его использование несколько затруднительным. Ранение этой сталью сразу вызывает слабость, так как яд действует мгновенно. Об этом кинжале, сталь которого почернела от яда, будто бы постоянно вытекающего из самой сердцевины. Сердцевины этого оружия не ходит никаких легенд. Он наверняка использовался много раз и еще много раз будет использоваться в будущем. Тобой или нет, не важно. Клинку все равно, кто им орудует. Клинок просто изголодался. Урон от противника меньше на 40% в течении 10 секунд. Че? Блин, я думал тут какой-то эффект с ядом будет связанный. Урон от... Как будто здесь неправильное описание какое-то. Че за урон от противника меньше на 40% в течении 10 секунд? Че это значит? А, типа ослабляет при ударе. А, ну тогда это да, звучит логично. Типа яд ослабляет. Ну, на самом деле херня. Так, давайте прочитаем дневники фермера тогда. Это определенная часть дневника. Текст написан твердой рукой, но не очень ровно. Тем не менее, почерк читаемый. Наконец-то решил последовать совету старика и завел этот дневник. Бог свидетель, мне дела нет до писанина, но ведение записи должно помочь с хозяйством. Ну вот. Батя. Как-то так. Надеюсь, ты там на небесах рад тому, что я продолжаю дело. День первый. Покормил кур. День второй. Покормил кур. Опять. День третий. Покормил кур. Одна из них заклевала ящерицу и съела ее. День четвертый. День как день. Покормил кур, блять. Отпугнул лесу. Куры много несут. Должно быть, я все-таки хорош в этом деле. Да, вот она, жизнь на ферме, ребят. Классика. День пятый. Пошел ночью отлить, готов поклясться, что увидел движущуюся тень в курятнике. Подумал, лиса или чего похуже. Бросился туда. А там никого, только напуганная птица. Вроде пустяк, но я все еще думаю об этом. А уже вечер. Надо бы покормить, сука, кур. Они опять проголодались. День шестой. Я, наверное, сплюну. Я щипаю себя. И все еще вижу это. Все яйца. Они вылупились. Все сразу. Никогда не видел ничего подобного. А я сын фермера. И теперь сам фермер. Некоторые из вылупившихся птенцов чудные. Не знаю, как объяснить. На первый взгляд, они выглядят нормально. Но чем больше я на них смотрю, тем страннее они выглядят. Я, наверное, устал. День седьмой. Новые цыплята жрут, как буйволы. Скоро у меня закончится зерно. Запасы, которых должно хватить на несколько недель. Запасы, которых должно хватить на несколько недель, уже почти закончились. Это ненормально. День восьмой. Корм для кур закончился. Теперь они смотрят в окна. Иногда они больше ничего не делают. Просто смотрят. Как вспоминаю, аж мурашки по коже. День девятый. Чёртовы куры разбушевались. Они убили взрослую лесу. И не то, что убили. Они разорвали её на части. Остальные лишь... Остались лишь клочки бурого меха. День десятый. Теперь они начали нападать друг на друга. Выбирают слабых и едят их, пока они ещё живые. Хватит. Насмотрелся. Завтра убью их всех. Жестятина. Жаль, тут нет противников каких-то эволюционировавших... Эволюционировавших кур, да? Которые... Как падальщики из готики будут с криком нападать на тебя. Это было бы забавно. Будни на обычной ферме. Да? Такая вот небольшая здесь. Приколдесина. На всякий случай заряжу, наверное, золотые патрики. Андробаш я не взял с собой. Блядь, ему поипад. Он, сука, рвёт. И умирает. Ловчий смерти. Слушай, он впитал три золотых патрика. И взрыв от динамита. Сердце ловчего смерти. Это имба. Это вместо сердца Виндига. Несмотря на то, что ты уже видел подобные сердца, ты всё равно потрясён тем, насколько сильно оно напоминает человеческое по форме. И тем фактом, что оно всё ещё бьётся методично и неустанно. Зелёные листья наводят на мысль, что ловчие — следующая ступень эволюции Виндига. Как бы выглядел созрелый цветущий экземпляр. Не ходите, люди, за темно гулять, если ловчий схватит. Не будут вас искать. Местная поговорка. Восстанавливает одну единицу здоровья за 5 секунд. Повышает сопротивление кислоте на 5. Повышает здоровье на 5. Имба. Имба, 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 имба. Не, ну с таким-то регеном, ребят. Я непобедим. Какой-то чужой засел в горле прямо. Блин, ладно, это я себя что-то переоценил, походу. Я не бессмертен. Блин, может, еще хп себе качун. Прикинь, сколько у нас хп будет. Я буду просто безумец. Дать еще хп. Хочу хп. 165 хп. А это я сейчас надену вот эту херню. Зачем нам лук? Ну, иногда я его использую, но по факту лучше его реально уже поменять. По сути, лук уже свое и жил. Он уже особо не уязается и не знаю. Не сказать, что он сильный в этой главе. Вместо него дробаш лучше носить. Это паркур-зона, что ли, здесь? Ну-ка. Что-то такое, да? Интересно. И все ради вот этого сундучка, судя по всему. Взрывчатые боеприпасы. Патроны крупного калибра со взрывной пулей. Взрыв наносит 300 урона в радиусе 5 метров. У нас до сих пор нет пушки, которая потребляла бы эти патроны. Револьвер восставшего. Опа. Старый пистолет носит следы частого использования. Похоже, его предыдущий владелец не любил держать его в кобуре. Кажется, он источает какую-то энергию. Любопытно. Возможно, пригодится позже. Я не могу обрабатывать это. Глядет что-то неприятное. Пиздец их-то. Набежала. Блин, разведись что ли эти, Патрике, пока. Да, еще бы попадать. Пиздец, конечно. Динамит кидать. У меня нет динамита в быстром слатье, увы. Так, сейчас. Погодите, сейчас придумаем что-нибудь. Динамит кидать. О, что? Блин, что-то топовое. У меня места, как обычно, нет. Какой-то топорик прикольный. Итак, рукоять этого томогавка на ощупь вполне реальная. А вот лезвие не совсем. Может показаться, что оно целиком отсутствует. Но если сосредоточиться, материализуется в результате какого-то волшебства. Использовать такой топорик в полную силу явно не получится. Но нанести им хороший урон все равно можно. И самое приятное, его можно бросать, не боясь потерять. То есть это бесконечный томогавк. Вообще прикольная вроде тема, да? Томогавк, который не тратится. Вместо томогавков в рюкзак. Да, можно, кстати. И вправду. Ну и по-хорошему надо отсюда сваливать, наверное, не знаю. Тут еще есть лутецкий, это наверняка. Блин, ну я не знаю, что делать. У нас, увы, уже совсем нет места. Ебать их там! Пизда мне. Я умер. Я умер. Блядь, я умер, сука, я умер. Че делать, че делать, че делать. Жесть, как много культистов. Пиздачку. Девчонки нужны новую байку. Пиздачку. мне кажется должна быть то ли лестнице то ли веревка некая а вот реально кстати вон видно молодцы но он шире и как обычно бухлище есть это чё-то новенькое карабин из бизона что мощный карабин для охоты на особо крупную дичь требует специальных боеприпасов а так это крупнокалиберная пуха как раз урон 120 дальность 35 нахрен но у него один заряд всего лишь блин мега вкусно конечно мега ваншотно ещё куча сумок даёт ну это как в таркове сумки которые имеют внутри себя больше места грубо говоря ты все это рассортироваешь по сумкам утопший если ты осмелишься идти сквозь беспутицу болот подготовься ко встрече с кем угодно и смотри на все с опаской вон то бревно возможно это аллигатор вон так куча палок мха это может быть гнездо рука на твоей ступне это утопший моя теория заключается в том что в каждой части пустоши есть свои ожившие мертвецы приспособленные к окружающей среде и утопшие похоже являются доказательством этого в отличии от обычных оживших мертвецов утопшие приспособились к болотам дав пиявкам залезть в свои тела при этом они могут плеваться этими самыми пиявками во врагов ожерелье из куриных лапок несколько куриных лап связанных с шнурком суверенные люди говорят будто ношение такого оберега защищает от злых духов кто знает может и сработает бесплотные враги не нападают первыми убийство бесплотных врагов дает на 200 процентов больше опыта бесплотные враги наносят на 50 процентов больше урона ну фигасе это фарм на духах что ли так у меня есть ну давайте вот вместо этой штучки наверное где эти твари убойная вещица сколько там еще раз уроны 120 урона больше чем у дробовика это не шутка конечно ну в чем минус довольно долгий откат у этого тамагавка да после броска секунды 3-4 где-то 3-4 секунды до приходится ждать надо посмотреть насколько это играбельно такое расстояние уже не эффективно не особо удобно чё за души тут танцуют оооо ну-ка давайте посмотрим на нашу полоску опыта двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть давайте вот так лучше ой бля их там дохуя их там очень много возможно это смерть какой дебаф здесь на 50 процентов больше урона это жёстенько надо продумать план отступления какой у меня будет план отступления будет наверное вот в эти дома поэтому ну-ка дайте-ка сначала здесь расчистить немного так меня спалил пёс пиздали кис бляяяяяяяяяяяяяя grade на american & natural асс blame отсюда на ракетной тяге просто на реактивной тяге моей задницы это конечно очень соблазнительно вроде прикольно так в голове устроена Кидаешь топорики бесконечные, ставишь подшоты, но по факту это вообще как-то не работает Как он не ваншотнулся это в голову Череп нашего неживого дружка, каким бы беспробудным сном он не спал, скоро он очнется Этого предмета будет достаточно, иди, тебя ждет работа Подожди, ты это чувствуешь? Что-то движется, что-то огромное, похоже мы разворошили змеиное гнездо Чтобы это ни было, его сила колоссальна, мы чувствуем связь между его пробуждением и вещью, которую ты нам принес Это значит, что мы на верном пути И даже не думай пытаться бороться с этой тварью, она сейчас слишком сильна Вот почему нам нужно, чтобы этот восставший вернулся из своего беспробудного сна В его мозгу может храниться мудрость, в которой мы ищем что-то, что позволит нам поразить чудовище Там теперь ходит какой-то титан Нашел странную штуку Владелец должен быть любил этот пистолет больше своей жизни и забрал с его помощью много других Молодец, что нашел его Страшно, блин Даже не пытайся, говорит, бороться с ним Я слышу, как там топает какая-то Ну-ка, дайте посмотреть Что это? Это что, курица? Это, сука, курица Да ну на Нет, это не курица Это похоже, блядь, на курицу Какая мерзкая лавкрафтовская херовина Так, ну-ка, давайте в магазин оружейный зайдем Может быть, что-то интересное для нас А, так тут шляпа Что-то, что это, она мне сейчас связывают с каким-то особенно тревожным или жестоким событием. И что любопытно, они каким-то образом удерживают внутри своей эфирной шляпы реальную золотую монету. Причина этого феномена пока не установлена. Призраки проворны и быстрые, они пользуются этим неустанно, преследуя всех и всякому, не повезло с ними пересечься. Как и бесплотные виды монстров пустоши, они уязвимы к серебряным патронам, что давно не секрет. Как раз таки менее ожидаемым стало то, что использование пули золота является еще более эффективным. Любопытная и в то же время очень важная информация, поскольку обычные пули против них практически бесполезны. Да, интересно, то есть золотые даже более круто работают? О, паучий медальон, что? Довольно крупный овальный медальон с изображением паука. Потертый, но выглядит прочно. Кажется, никакая кислота не может его повредить. Возможно, ты обретешь паучье чутье благодаря ему? Повышает сопротивление кислоте на 50, увеличивает шанс ошеломить врагов на 25. О, охренеть, уника за уникой просто. Плющ. Рычажная винтовка, которую кто-то украсил листьями и веточками. Но что, если это не украшения, а выросшие из безжизненной древесины побеги? Каким бы ни был ответ, если использовать это оружие, спрятавшись в кустах, то можно слиться с растительностью. Бонус 10% к скрытности при нахождении в кустах. Ну, бонус херня, конечно. Урон 32, дальность 35. Урон неплохой весьма. 15 боеприпасов вмещает. То есть такая прям емкая, да? Зарядить и не париться. Так, у нас 3 очка навыков, как обычно, да? Давайте мы, наверное, вкачаем в этот раз максимум хп, мэйби. Погодите, а третий уровень, вот я не понимаю, третий уровень увеличивает макс ОЗ на 30. Это типа еще на 30? Или просто на 5 по сравнению с прошлым уровнем? Потому что если на 5, то смысла вкачивать за 3 этот навык нет никакого. Должно быть, по идее, еще на 30. Думаете, на 5 всего лишь? Ну, это гнусно тогда. И вот это тоже прикольная тема. У нас со второго тира было где-то 115 хп. Взяли плюс 25, получили 165. Суть по этой ситуации, там еще проценты идут. Ну, ладно, давайте возьмем, короче. Если плюс 5, то должно дастся там, типа, супермало. Если плюс 30, то должно быть дохера. 30 дается, дохера дали. 30 дается стопудово. С этим почти 300 хп будет. Всякими пролазами, да? У-у-у, изумрудные очи. Никогда тебе не доводилось видеть оружие такой красоты. В ярких оттенках травы и солнца оно даже не кажется настоящим. Взяв его руки, ты не можешь не улыбнуться. Теперь мир стал лучше, а это ружье твоим другом навсегда. Авантюристка, которая прошла с этим оружием в проклятые земли, смотрелась здесь, мягко говоря, не к месту. Чистая, безупречно одетая в яркие цвета, она улыбалась каждому и этим всегда вызывала доверие у незнакомцев. Для тех, кто ее знал, стало шоком, когда на дне оврага нашли ее ружье. Ни следов хозяйки вокруг, ни пылинки на самом оружии. Цены в магазинах становятся меньше на 25%, перезарядка быстрее. На 15. Выпей пурпурное воскрешение или умри, чтобы снять. И еще один ключ, к слову, еще сука один ключ, вы безумцы. Они не поняли? Пизда мне. Дерево, блядь, благослови мою душу и защити меня, мудрый дуб. Сука, зачем я выглянул, блядь. Блядь, там еще один. Еще один мистер дух. Так, оставшиеся же просто черепа, да? Они никому не принадлежат. Ау. Щекочен. О, легендарный арбалет. Охренеть. Что? Железный шип. Нестандартный арбалет. Если судить по маркировке, то это работа одного из оружейников Альянса Железной Розы. Механизм арбалета был усовершенствован, что позволило ускорить перезарядку и увеличить мощность выстрела. Очень немногим удается пережить встречу с отрядом карателей в пустоши, поскольку члены Альянса славятся тем, что беспощадны ко всему проклятому. А если ты вдруг оказался на оскверненной земле, значит ты тоже проклятый, должен быть ликвидирован. Но даже с таким вооружением, как этот арбалет, они не смогли уничтожить источник сверны ни в одной из частей пустоши. Перезарядка быстрее на 25%, урон 44%. Нормально че. Эктоплазма. Призрачные останки проклятого духа слегка светятся. Немногие знают, что останки духа эктоплазма со временем кристаллизируются. Некоторые хранят кристаллы на удачу. Дает 20% шанс уклониться от дальней атаки противника. Имба. Так, ну все, забираем. Я нашел лекарство, но только кому его отдать. Есть только один флакон. Но девочки отдаем, я думаю, конечно, все-таки. А не какому-то проклятому священнику. Фейковому. Так, ну че, девочка, готова получить лекарство? Да? Не говори мне, что ты нашел его. Вот. Большое тебе спасибо. Ну погоди. Это что, жидкость? Как-то не приходило в голову, что это будет зелье. Ладно, я что-нибудь придумаю. Еще раз благодарю. А она не может выпить же его у нее. На рту, типа маска просто. Она не может ее снять. Придется залить в другое, так сказать, отверстие. Ну если еще раз благодарю, а где секс-сцена? Не понял. Ради чего мы старались? Я принял решение, кто будет жить, а кто вскоре умрет. Лицо деда. Там не о чем разговаривать, сгинь. Ты осмелишься снова показаться мне на глаза после того, что сделал? Я никогда не забуду этого твоего предательства. А теперь убирайся долой. Ты... Ты реально там? Он с нами перестал торговать. Блин, где секс-сцены? Хотя бы арт с голой женщиной покажите. Эх, обман. Обман на классы, блять. Ну ладно, как обычно. Можно еще один золотой ключ купить? Это шляпа. Обычный предмет одежды, и все же мы ощущаем его значимость. Похоже, бывшему владельцу она нравилась. Замечательно. Мы воспользуемся ею. Теперь мы можем подготовить ритуал. Ты хорошо поработал, но многое еще предстоит сделать. Время собрать во единой части того, что было разбито. Тот, кто лежит перед нами, должен вырваться из-за стенков небытия. Нервничаешь, да? Не стоит. Мы обо всем позаботимся. Мы в этом сведом. Смотри. Свершилось. Что было разрознено снова едино. Да, навевает воспоминания. Поговори с ним. А? Не забывай, почему мы собрали этого восставшего в единое целое. Нам нужны его знания, и мы их получим любыми способами. Нихрена себе. Это тот скелет из мемов, блядь. Который говорит какую-то нелепую хуйню под рок-музыку. Жестятина. Восставший. Я снова ступаю по земле. Подумать только. Первое, что я вижу. Когда меня возвращает из небытия, это лицо другого неживого. Я знаю эту магию, которая поддерживает твою нежизнь. Видел ее раньше. Работаешь на коварных духов, а, партнер? Будь осторожнее с ними. И все же, если придется постоянно видеть твою унылую рожу для того, чтобы снова ходить по земле, я принимаю этот вызов. Черт, я даже готов тебя поцеловать. Рад вернуться обратно в целое тело. О, с ним можно поторговаться. Я ищу способ уничтожить зло. Ну и не с огнем и мечом, это точно. Ты поговорил с ним, да? Черт их ублюдок. Будто его предательства было мало. Апохрин. Я уже придумал, как разделаться с этим коварным строчком. Мы, то есть я и тот ублюдок, с которым ты успел поговорить вплотную, подошли к подготовке темного обряда. Фактически, оставалось сделать только одну вещь. Тебе повезло. Большинство ингредиентов должны быть там, где мы их оставили. Оставшийся элемент должен привязывать к данному месту и времени. И я знаю, что подойдет. Тебе это понравится. Нам понадобятся части твари, обитающих в этих краях. И одно редкое растение. Они будут нашей связью, соединительным звеном, кровавым и нечистым. Зубы культиста, гигантская пиявка, язык ругару и, наконец, ангельский нимб. Я уверен, что ты знаешь, где их можно найти. Когда ты вернешься, я приступлю к обряду. А после этого наступит время поохотиться. То есть мне арьесы сейчас фармить надо. Что ты можешь рассказать мне о великом зле, обитающем в этих краях? Больше, чем кто-либо другой. Его нельзя победить обычными средствами. И поверь мне, я пытался. Когда мы прибыли сюда первый раз, именно я собирал сведения о новом враге. Сначала я пробовал огонь, разжег взрывенный костер. Он просто прошел сквозь него. Выпустил торнадо из свинца, безрезультатно. Сера, кислота, все подряд. Но пока я бодался с гигантом, мой тогдашний напарник нашел подсказку в местных легендах. Жаль, что нам не представилась возможность проверить его теорию. Произошло нечто, что заставило его потерять веру. Он попросту сорвался, как рвется струна, которую долго натягивали. И тогда у нас произошла размолвка. Ты помнишь что-нибудь из своей прошлой жизни? Что, ждешь историю о благородном искуплении или слезы из-за дел нес... Несвершенно? Забудь. Я попросту ничего не могу вспомнить, кем я был тогда, что я делал и даже откуда пришел. Не могу сказать, что мне сейчас это интересно. Я такой, какой есть, и я хочу продолжать жить в бессмертии. Моя прошлая жизнь, конечно, вряд ли была увлекательной, если не считать той историей с расчленением. Давай еще кое-что спрошу. Тотем душ, да? Коварный. Не сомневаюсь, эти штуки всегда приносят неприятности. И все же смертные глупцы продолжают их возводить. Блин, так он продает кал. Арсенал кала. Ну, взрывчатые боеприпасы, кстати, вот можно тоже купить. А в остальном-то ничего хорошего. Спайси, Джуси. Я знаю, как победить это зло. Это он тебе сказал, или пришлось проломить его череп и выковырить ответ прямо из гнилого мозга. Неважно. Раз уж вы поговорили, ты должен знать, что делать. Делай, как он научил и срази чудовище. Итак, чтобы ослабить гиганта, нам потребуется собрать следующее. Гигантская пиявка. Язык Ругару. Зубы Культиста. Это водяная лилия. Короче. Водяная лилия у нас есть. Пиявка. Есть. А вот с зубами Культиста и языком Ругару придется поискать, потому что я их не сейвил, я их продавал. О, так у нее, кстати, продается лол. А можно один купить, а не четыре? А можно один купить, а не четыре? Ладно, четыре. Превосходная твоя охота начнется очень скоро. Тебе лучше сделать пару шагов назад. Этот обряд может быть довольно запутанным. Хоть мы и проделали большую часть работы, некоторые проблемы все же могут возникнуть. Получилось. Теперь этот ублюдок истечет кровью. Это было приятно, почти так же приятно было бы лично убить эту тварь, но это удовольствие будет целиком твое. Когда ты был занят, я не спеша расставил несколько ловушек на пути великана. Просто подожги их, огонь причинит боль гиганту, ослабив его, и сделает его смертным. А смертная может умереть. Что потом? Просто стреляй ему в башку, или руби ему ноги. Все сработает, поскольку он утратит способность к регенерации, счастливой охоты. Еще кое-что. Когда все сделаешь, найди меня, я расскажу кое-что весьма интересное. А теперь иди, тебя ждет охота. Так, я так понимаю, что он сейчас идет вот по часовой, да? Так, я так понимаю, что он сейчас идет. Готовься. Скажу, что он сейчас придет. Убираюсь. тоже сам он не особо маневрен и походу его будут защищать в основном щупается а и это все и это черт побери ваш босс господи иисусе можно из его жопы изъять секрет какой-нибудь нет но в целом винтовка неплохая урона вроде довольно много наносилось да с взрывных чуть побольше наверно чем с золотых патриков револьвера что еще одна беда пришла в нашу маленькую общину священник его больше нет у него был ужасный приступ и он пошел подышать свежим воздухом сначала мы услышали как он выкашливал свои легкие но потом все стихло и он не вернулся мы искали его но он пропал без следа я теперь думаю о том поступил ли ты правильно я живая и иду на поправку но ценой этому была его смерть разве это справедливо стоило ли моя жизнь больше чем его прости я больше не затрону эту тему просто хотела чтобы ты знал чем тебе нравится заниматься есть какое-то хобби может точно не сидеть и укуковать в этой дыре я так понимаю вопрос в том что мне нравилось заниматься до всего этого в свободное время ухаживала за небольшим садом в нем не было ничего особенного но мне нравилось выращивать цветы и травы нет ничего лучше чем сидеть с чашечкой чая с мятой которую ты вырастила сама в то время как вокруг звучатся сумерки и пахнет цветущими розами с этим ничего не сравнится хотелось бы узнать тебя поближе каково это быть тобой я имею ввиду не совсем живым ты выглядишь обыкновенно ты ешь дышишь и тем не менее тебя нельзя убить чувствуешь ли ты себя так как раньше когда ты был обычным человеком я хотел бы вернуться к жизни вот и все я могу даже представить что ты почувствовал когда пробудился наверное страх и непонимание не знаешь что произошло если путь назад искренне надеюсь что есть а если такой цветок который тебе особенно нравится о господи честно говоря это был один из худших подкатов что я когда-либо слышала но не самый дурной и кажется я услышала искренне интересное голосе или то было просто хрипотца хаминериум мне всегда нравилось нравились его красивые красивые цветы яркие полные жизни ты знал что он обычно растет в местах где бушевал пожар мне он нравится и по этой причине это дает надежду на то что даже самое страшное проходит но новая жизнь возникает там где когда-то был ад ты спросил я ответила на теперь моя очередь справедливо так каким ты видишь свое будущее я хочу выбраться из этого ада небытия мне бы очень хотелось помочь себе но я едва в состоянии позаботиться о себе но я искренне надеюсь что ты сможешь освободиться от этих оков чем ты хочешь заняться после того как все закончится теперь когда ты спросил я действительно не знаю я так долго искала способ снять эту маску что все остальное просто размылось в моей памяти я точно не вернусь к своей старой профессии думаю я смогу просто жить где-нибудь в тишине выращивать большой сад из цветов трав и овощей может быть даже заведу пару домашних животных чем черт не шути вот и все но у меня самой есть несколько вопросов ты помнишь что нибудь из своего прошлого когда ты был обычным человеком прошлое подобно вуале мягкой но не прозрачной значит вообще ничего не помнишь потерять память вот вот так это страшно у тебя есть братья сестры семья у меня была куча братьев и несколько сестер семья была очень большая на самом деле даже слишком большая все уезжали в отдельное жилье как только представилась возможность в том числе и я я сбежала из тесной лачуги которую мы называли домом хотела жить в городе чтобы убежать от бесконечной нищеты в каком-то смысле я достигла своей цели и нет я не знаю что случилось с остальными с родителями отношения всегда были натянуты а братья и сестры прервали связь после приезда ты наверное бывал в небольших необычных местах какое из них было самым странным эти баллы самым странным сложно забыть каньон в котором я проснулся первый день загробной жизни я ожидала подобный ответ момент первого пробуждения в новом качестве наверняка был странным и даже тревожным не удивительно что это событие так сильно запечатлелось в твоей памяти а ты знаешь ты хорош смог убить эту тварь как ты находишь в себе столько сил и решимости я полагаю ты скоро отправишься верно уверена что куда бы ты ни пошел ты одолеешь любого врага эй я рада что мне выпала возможность с тобой познакомиться а где секс сцена черт побери где секс награда сцены ну ты даешь девочка ладно тут романтика все дела ребят исполни ее мечту о саде с цветами интересно вот цветок про который она сказала мы можем найти в этой главе или походу в следующий уже мне кажется наверное все таки по одному цветку за главу в этой все таки да если в этой надо искать тогда она сказала что типа в горящих каких-то местах после пожара тогда не буду пока говорить наверное с со скелетом ну по сути наверное да не везде хотя довольно много локации мы изучили не знаю даже можно сейчас пройтись так прошерстить патронов много если что ух какое-то ужасающее место кошмар не ожидал я просто пойти направо и здесь куча культистов что они вообще храняли сердце виндига 35 голды ножик и петуча я не знаю 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 второе пришествие украшенное шипами и выгравированными на рукоятке буквами кей джей это оружие способно вселять страх в сердца даже самых фанатично приверженных культистов а если страха будет недостаточно то одна пуля отправит их в бездну запомните эти слова люди веры ибо возвратится господь и с ним царствие мое и виновные будут судимы а грешники не извергнуты в бездну из которой им уже никогда не выбраться культисты не нападают первыми 130 урона да но это вот крупнокалиберная пушка вот это нормально чем так все нужно понять что за цветок и как он выглядит он должен явно быть где то здесь этот цветочек что девочка говорила что растет на обожженных землях вот он цветы этого растения крупные имеют яркий насыщенный окрас они как будто излучают тусклый свет валим этот цветок похож на застывшее пламя он напомнил мне о тебе мой любимый цветок растет там где башевал огонь принося новую жизнь почерневшую почву мой личный символ надежды спасибо а секс еще вопросы отличная работа приятель сам бы лучше не сделала теперь слушай сюда у меня есть план который поможет нам обоим сбежать мы должны действовать быстро пока тотем душ не понял что происходит некоторое время он будет опьянен успехом но этот момент продлится недолго я хочу выбраться отсюда и избавиться от влияния этого тотема у меня от него кости болят на твоем месте я бы тоже ему не доверял я знаю проход в горы мальчинс мои былые угодья мы можем легко спрятаться там свободны и могущественны и как никто другой ну что ты готов то есть мы переходим в следующий акции о смотрите как сложилось в следующий акт переходим с этим скелетом погнали в третий акт тогда да почему бы собственно и нет в принципе вроде все что хотели здесь сделали поисследовали все локации это это этим они там там на все